Сегодня в выпуске. Жуткая сущность пытается зайти в дом семьи. Олень заметил призрака, а тот его накормил. Это эльф, инопланетянин и многое другое в рубрике Паразомб. Привет! Рубрика Паразомб. Паранормальные новости. Всё самое-самое мистическое, необъяснимое и загадочное происходит по всему миру каждый день. Именно это я вам сейчас и покажу. Вы на канале Зомби Чеза. Начнём. Субтитры сделал DimaTorzok А мы начинаем. И у нас рубрика Паразомб. Поехали. Это видео за последнюю неделю стало очень вирусным и обсуждается по всему интернету. Вы сейчас увидите мистическую способность человека, который умеет управлять стаей птиц. Парень по имени Джесс отдыхал в местном парке, когда заметил что-то действительно странное. Как вы можете видеть, мужчина на променаде широко раскинул руки, сделал властную стойку. Стая птиц парит над головой. Затем он опускает руки и кажется, что стая подчиняется его командам, поскольку все птицы сразу же летят вниз, скрываясь из виду. Естественно, в сети возникли споры о том, что же всё-таки здесь произошло. Одни говорят, что он маг, заклинатель птиц. Другие предполагают, что это наблюдение, вероятно, является просто совпадением. Нет сомнений, что если всё-таки это была случайность, этот человек почувствовал по-настоящему себя повелителем птиц. Команда исследователей заброшенных зданий путешествовали по Юго-Восточной Азии в поисках чего-то очень страшного и необъяснимого. Им это удалось. Явно удалось. В этом фрагменте видео они исследуют старую заброшенную усадьбу. Местные жители говорят, что в этом районе много призраков и других сверхъестественных существ. В частности, говорят, что в одной лачуге происходит большая часть странных явлений. Команда отправляется на осмотр. Окружающие джунгли густые и заросшие. Хотя местность явно заброшенная и жуткая, поначалу ничего особо странного не происходит. Команда решает установить какой-то значимый для них алтарь. Вероятно, они преподносят прошение ближайшим к ним духам, которые, возможно, присутствуют возле них. Похоже, все сработало, ведь их исследования перерастают в настоящий ужас. Смотрим за этим в замедленной съемке. Темная фигура ползет по стене вверх и уходит на крышу. Вы можете услышать какие-то глухие звуки, доносящиеся с крыши. Команда начинает убегать в безопасное место и пытается разобраться в том, что только что произошло. Они оглядываются назад, но, к счастью, для них существа не видно. Так, оказывается, местные слухи правдивы, и эта лачуга является домом для чего-то паранормального. Взгляните на это еще раз и напишите ваши предположения в комментариях. Это эльф, инопланетянин? Это странное видео захватило воображение всего мира и пользуется особой популярностью в арабоязычном сообществе YouTube. Первоначально видео было опубликовано в TikTok девушкой по имени Кали. Кадры были сняты из окна автомобиля мужем Кали. Мы видим таинственную фигуру, идущую по хорошо освещенной дороге ночью. При ближайшем рассмотрении, существо кажется нечеловеческим, с заостренными ушами, большими чернильно-черными глазами, бледной кожей и идет босиком. Ай, коня. При просмотре всего видео видно, что фигура также пересекается с человеком, идущим по той же дороге. Существо человека не смущает. И только когда оператор гудит автомобилем, фигура оглядывается. Мне кажется, что это может быть просто кто-то, идущий домой после бурной костюмной вечеринки. Но кто знает, что это может быть. Не забудьте поддержать рубрику «Паразомб» и поставить прямо сейчас лайк. В этом видео мы видим, как что-то потенциально паранормальное появляется у реки Тэй. Кадры были сняты женщиной, которая установила камеру, чтобы заснять некоторые виды выдр, которые видели в этом районе. Видео протяженностью более двух часов и большей части ничего не происходит. Однако, пока камера снимает движение реки, слева мы можем заметить кое-что странное. Возможно, вы это заметили. Таинственная форма начинает формироваться, медленно начинает двигаться к левой стороне экрана. При этом становясь все более и более заметнее. Этот момент из видео был просмотрен более двух миллионов раз за пару недель, как его загрузили в YouTube. Тем не менее, некоторые сомневаются в его подлинности. Действительно ли это призрак или монтаж? К сожалению, мы скорее всего не узнаем правду об этом загадочном видео. Видео, которое было опубликовано в ТикТок, показывает группу людей, веселящихся в бассейне. Но один загадочный момент испортил им все настроение. Через несколько секунд в видео, одна из них замечает что-то скрывающееся в тени. Как только фигура понимает, что ее заметили, оно быстро прячется из виду. Остальная часть группы оборачивается, чтобы увидеть, на что указывает и девушка. Но похоже, не все увидели необычное происшествие. Группа друзей возвращается к своему веселью, смеясь и плескаясь. Однако фигура вскоре снова появляется. Внезапно, одна из девушек снова замечает это. Она призывает своих друзей повернуться. Но когда они это делают, фигура снова исчезает из виду. Если вы внимательно посмотрите на загадочную фигуру, то увидите, что оно перемещается как-то странно, как будто рывками. Что думаете? Это действительно какая-то паранормальная сущность? Кто-то переоделся, дабы их напугать? Или это вообще постановочное видео ради просмотров? Это жуткое видео было снято спонтанно парнем по имени Бен. Он опубликовал это пугающее событие в интернет, дабы поделиться своим испытанным ужасом со всем миром. Лежа на кровати, мужчина заметил что-то странное в окне входной двери. Думая, что это может быть грабитель, он вооружился телефонной камерой в одной руке и перцовый баллончик положил в карман. Когда он подошел к двери... Смотрите на это вновь. Когда он смотрит в окно, возле входной двери появляется темного, угрожающего вида сущность. Однако, когда мужчина открывает дверь, фигура исчезает. Бен осматривает окрестности, но ничего не находит. Как будто фигура просто исчезла. Как это можно логично объяснить? Что это за жуткая сущность хотела пробраться в дом Бена? Что думаете? Хотите поддержать канал Зомби Чеза мою мотивацию? Всего лишь вам надо не забывать подписываться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. В давно заброшенной школе до сих пор идут занятия. Правда, учатся теперь там призраки. Данное видео опубликовано новостным американским журналом Scary Stuff. Автор видео исследователи загадочных мест, у которых печальное прошлое. В этой школе когда-то случился пожар и погибло много детей. Говорят, что теперь эта заброшка кишит призраками учеников. Оператор вошел в школу и сразу же начал замечать и слышать странные вещи. Собрав весь страх в кулак, оператор продолжает снимать все происходящее, невзирая на страх. Стул свизгом скользит по земле, будто его тащит что-то невидимое. Когда кресло замедляется до полной остановки, он слышит другой шум. Отправившись на разведку, он находит качели в действии, хотя на сидениях никого нет. То же самое касается вторых качелей, установленных поблизости. Продолжая ходить по детской площадке, он слышит еще один шум. Он умчится обратно в школу и заглядывает внутрь разбитых окон классной комнаты. Тогда он видит это. Это расстраивающее и пугающее зрелище настолько, что он покидает это место, не продолжая его снимать. Видео было опубликовано парнем по имени Индра. В нем кто-то поет в заброшенном здании. И когда Индра освещает комнату фонариком, происходят ужасные вещи. Индра задал вопрос, кто поет. Пение продолжалось какое-то время, но затем стихает. Затем, когда парень пытается открыть дверь, он не может выбраться. Свет его камеры гаснет, а затем начинает мигать. Когда он оборачивается в пустой комнате, кто-то помимо него находится там. Свет снова гаснет, и пение в какой-то момент продолжается, но уже в кромешной темноте. Когда свет возвращается, призрака уже нет. Какие ужасы таит в себе это место. Демон, поющий песни и появляющийся только в темноте, звучит жестко. Видео, размещенное в ТикТок, показывает вполне убедительно, как мужчина мистическим образом управляет водой. К сожалению, подробной информации об этом видео практически нет. Все же, смотрите, что происходит. Вау! Зачем нет? Цель видео, как я понял, показать невероятные способности человека, который управляет потоком воды. Он держит посох, напоминающий классический образ библейского изображения Моисея, который раздвоил Красное море. Поначалу кажется, что он может просто подстраивать свои жесты под естественное течение, давая иллюзию, что он может управлять водой. Однако, по мере того, как клип продолжается, море начинает двигаться неестественным образом. Когда он машет руками, вода начинает течь к его ногам. Затем он делает жеста в противоположном направлении, словно отталкивает воду, обнажая камни внизу. Мужчина держит свое положение, пока не опустит руку. Так, этот человек действительно обладает способностью управлять приливами и отливами? Или он знает о каком-то необычном природном явлении и просто секунда в секунду корректирует свои движения под движение воды? Что думаете? Оленя заметил призрака, а тот его накормил. Звучит бредово, но так оно и было. Смотрите. Многие водители видят оленя на обочине дороги, особенно во время движения по лесным массивам. Обычно олени пугливые создания и быстро исчезают из поля зрения. Один водитель едва не задел оленя во время ночной поездки. Он заметил, что животное осталось неподвижным, поэтому он воспользовался возможностью и сделал фото. На картинке мы видим оленя, стоящего на обочине дороги. Тем не менее, кажется, кто-то или что-то стоит прямо рядом с ним. Мы можем видеть, что хотя форма напоминает человека, оно кажется прозрачным и выглядит почти так, как будто сделано из тонкой туманной субстанции. Кажется, что у фигуры даже вытянута рука, как будто оно пытается накормить оленя. Некоторые люди высказали свое мнение о фото и предположили, что сущность могла быть просто туманным, отражением светофар. Если вам понравился выпуск Паразонг, прошу обязательно показать это в виде лайка и приятного комментария. А я вас обязательно буду дальше радовать новыми выпусками паранормальных новостей. Предыдущие выпуски у вас на экране. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. С вами был Зомби Чеза. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok